Отдельный тоже момент. Наблюдал я эту категорию. Очень плотная жеребьевка из очень сильных жеребьевка, вернее, набор спортсменов, которые представляли этот вес. В финале встречаются Хами Шакер Кешта из Египта и Михаил Гергес Цанос из Греции. Можно, наверное, просто Михаил Цанос называть. И спортсмены оба достаточно титулованные. Если говорить о Цаносе, которого вы сейчас на своих экранах видите, то он чемпион Европы 2012 года. В Испании завоевал чемпионский европейский титул. В 2011 году на чемпионате Европы был третьим. В 2010 году серебряным призером чемпионата Европы. В 2010 году на чемпионате мира в Девограде седьмое место. То есть на европейской арене очень удачно Цанос выступает. Другое дело, что на чемпионатах мира больших успехов не добивался. Его соперник египтянин Кешта. Бронзовый призер чемпионата мира 2008 года. На этапах карате премьер-лига четыре медали завоевал. Два золота, серебро и бронзу выигрывал. Кешта. Последняя победа, последний успех в марте на этапе Кубка мира в Голландии. На этапе карате премьер-лига. То есть это было совсем недавно, в марте 2013 года. Начался бой. Все египтяне отличаются очень высокой скоростью. Вот сейчас быстрая атака. Но спортсмен из Греции Цанос опытный, достаточно молодой свой возраст, 24 года ему. Просто так он не даст сделать в атаке. И быстрая кидзами в голову. Здорово. Прекрасное, очень быстрое движение, несмотря на то, что египтянин обладает очень хорошей реакцией и зарабатывает один балл. Цанос повел в счете. Я могу предположить, что будет очень плотный такой же бой. Египтяне всегда предлагают очень активный бой. Сплошные действия. Минимум тактической работы. Всегда пытаются сделать баллы в атаке. Давит сейчас в углу стоит Цанос. Не очень выгодная позиция. Нужно уходить оттуда. Пытается он это сделать. Я думаю, сейчас все равно он уйдет. Но египтянин должен взорваться все равно. Вот он пытается это сделать. Грамотно ходит с угла. Замечание будет Цаносу. Да, за зацепку. Собежал соперника. Опять передней рукой. Но вы знаете, здесь, на мой взгляд, немножко не достал. Но судьи оценивают. 2-0. Повел Цанос. Молодец. Хорошая скорость. Хорошая скорость Цаноса. Очень непростой египтянин. Мощно прошел свои предварительные бои. Выиграл очень сильных соперников. Полуфинальный бой. Да вы что. Один сидя показывает, что на вашей гире сейчас было попадание. Там не было мощной атаки. Постоянно. Он сейчас зацепил ногу Цаноса. Попытался вывести зерновесие. Но не успел стать ближе. Соответственно, и гире Цаноска. Как бы даже успокало. Рассечение у Цаноса. Цаноса у величества спортсмена. Он думал, что не покрыть. Ничего серьезного нет. Сейчас медицинская бригада из Тюменского областного физкультурного диспансера отказывает помощь. И продолжится поедет. Интересный матч. Интересный бой. Я думаю, ничего страшного сейчас нету. Легкое рассечение. Две минуты восемнадцать секунд остается до окончания поединка. Замечание получает сейчас египтянин. Резкое движение вперед. Давит. Не дает покоя Цаносу. Постоянно. Вот это прекрасно. Вы посмотрите, великолепная техника. Вот это и есть красота карате, дорогие друзья. На встречу Рубавашин с разворота попадает в голову. Я думаю, это и есть. Повторно. Прекрасно, дорогие друзья. Цанос работает на публику. И в финале это... 5-0 Цанос. Да и несложно. Вырисовывается коронное действие у Цаноса. Недавно он стал применять с разворота удар. Здорово у него получилось. Просто красиво. Это классика, как говорится. Грамотно, грамотно работает сейчас Цанос. Уходит из угла. Но очень внимательно контролирует египтянина. Чтобы тот не бросил ногу. Эти египтяне славятся. Еще одно замечание Цаносу. Ну да. Это что? 5 баллов проиграет египтяне. Не сдается, естественно. Напор продолжается. Атаки. Нужно забывать, что силы не могут всегда быть на самом высоком уровне. Нужно все-таки рассчитывать, что если делаешь, то забирать баллы. Но у Цаноса, кстати, все-таки рассечение не такое простое. Упорно! Упорно! Посмотрите, что выполняет. Просто великолепно Цанос. Это красота, дорогие друзья. Это то, что мы любим каратэ. Прекрасная победа. Чистейшая победа. На публику сыграет Цанос. Но блестяще все Цанос выполнил. Просто молодец. Это... Я думаю, этот бой будет очень обсуждаем в интернете. Надо поединить победу, Альберсов. Это... Это красота, дорогие друзья. Прекрасное завершение. Досрочное завершение боя. Задим финал. И очень серьезный соперники. Но Цанос-то не только победил, он еще и поиграл на публику. Но это нужно, потому что все-таки здесь собрали зрители. Они смотрят это шоу. Я бы сказал, что это в стиле Заза Джанаши. Такие прыжки по такой футболист. Достаточно известны в свое время. Прыжки через голову после пятого забитого мяча. Но прекрасная победа. Действительно, очень сильного соперника он сейчас выиграл. Я думаю, что просто не знал египтянин, что может делать этот Цанос. Он это делает уже... Недавно он начал с разворота делать армаваши. А, вот здесь вот нас мы видим, что чуть было не пропустило удары в голову. Ну и вот оно. Движение через руки. Через руки. То, что было оценено. И повторно. Здорово. Прекрасное движение. Прыжки. Здорово. Могу сказать про Цаноса, что не совсем убедительный он шел по сетке. Но в финале он проявил себя во всей красе. Раскрылся. Мы увидели красивое карате. Прямо, точно, в затылок. С контролем, без нанесения травм. Эстетика карате. Артурой CM. Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова